Этот двор в Белоярском – наглядный пример реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В третьем микрорайоне Белоярского в этом сезоне выполнен большой объём работ по минимальному и по дополнительному перечню работ. По дополнительному перечню произведено устройство травмобезопасного покрытия, установка нового детского городка и реконструкция игровой площадки. Объём средств, которые были вложены в этот двор, довольно-таки существенная цифра – это порядка 11 миллионов рублей. В том числе там была сделана ливневая канализация, то есть убрана та лужа, которая мешала жителям, расположенной между 15 и 21 домом. Работы по дополнительному перечню были проведены при софинансировании жителей этих домов. Так определяет закон. В этом году доля – 5%. Учитывая, что здесь чуть более 700 квартир, с каждой выходит около 400 рублей одним платежом. Благоустройство дворовых территорий в рамках формирования комфортной среды проводились и в районе. По одному двору были благоустроены в Казыме и в Полновате. В следующем году работу по реализации приоритетного проекта планируется продолжить. На сегодняшний день разрабатывается не просто эскиз, а уже проектная документация на благоустройство дворов. Это группа дворов по центральной улице 13, 14, 15, 16, школьная 9. Тоже состояние двора этого оставляет желать лучшего. Это двор тоже нетравмобезопасный и устаревшее и морально, и техническое оборудование. Это двор 3-й микро-дом номер 6, 11, 7, 8 – это группа домов. В районе проведена инвентаризация всех дворов. Ее итоги размещены в том числе на сайте администрации Белоярского района в разделе «Формирование комфортной городской среды». Юрий Орлов, Валентина Иванова, Петр Михалап. Время новостей. Белоярский.